В Балакове воду можно пить из-под крана. Об этом не раз заявляли сотрудники водоканала. А всё потому, говорят они, что уже несколько лет как предприятие ушло от очистки воды хлором. Вспомните, как раньше нальёшь воду в стакан, а там хлорные пузыри и резкий специфический запах. Хотя почему-то и сейчас некоторые балаковцы с острым обонянием чувствуют запах хлора в воде. Мы сейчас используем электрохимическую реакцию, так сказать, в ПЭМах из обыкновенной поваренной соли. То есть там уже всё сразу растворяется, понимаете, вы сейчас увидите. И запах хлора как-то... Вот раньше, да, запах хлора он явно присутствовал. Может быть, какие-то оттенки вы чувствуете запаха. Может быть, вот это вот. Может, вас подсознательно, так сказать, вы нюхаете, вы думаете хлор, а это не хлор. Шутки шутками, а от применения жидкого хлора Балаково водоканал ушёл. Теперь здесь применяются установки аквахлор, которые позволяют получать из водного раствора хлорида натрия раствор смеси оксидантов. С переходом на новую систему очистки предприятий решило несколько проблем. Мы были выведены из реестра опасных предприятий. Нам не надо делать локальную систему. Не надо хранить, не надо перевозить, не надо отселять 500-метровую зону вокруг фильтровальной. А представляете, там училища, церковь, жилые дома. Вот этого там не должно быть. То есть вот это надо было отселять, убирать. То есть решился комплекс вопросов, который по себе бы потянул не сотни, а миллиарды рублей. Понимаете? Сейчас в Балакове применяется другая система очистки, многоуровневая. По сути, фильтровальная станция водоканала – это увеличенный фильтр по типу тех, которые стоят во многих квартирах. Специальный песок крупный, зернистый, да, 1,2-1,6 миллиметра, который вот будет засыпаться, так сказать, в эти фильтры. Сернокисло-алюминий, глинозем, без которого, ну, вообще невозможна водоподготовка. Он является в технологическом процессе как окислитель. Осветление воды, микробов, бактерии, дезинфикат и так дальше. В последнее время балаковцы часто жалуются на то, что из крана течет ржавая вода, как горячая, так и холодная. Этот вопрос мы не могли не задать Александру Муравьеву. Конечно, бывает, я что хочу сказать, здесь вот эта вот политика наша, политика наша, да, по замене трубопроводов на полиэтиленовые, магистральные, да, она вот этот фактор будет снижать. Но она должна идти параллельно, то есть вода, ресурс зашел в дом, да, а там все трубы ржавые по 40, по 50 лет. То есть вот эта политика должна идти внутри дома. То есть надо менять лежаки, надо менять стояки. Балаковский водоканал практически завершил переход на использование полиэтиленовых труб. А это, по словам Александра Муравьева, решает сразу несколько проблем. Во-первых, вода чище, во-вторых, давление улучшается. В-третьих, качество трубопровода уже по эксплуатации намного дольше будет эксплуатироваться данная труба. И участки менять легче отрезать. И участки менять, и эстетически красивее, и так дальше. Как рассказал Александр Муравьев, сейчас система водоснабжения в Балакове работает практически идеально. Давление, с которым вода выходит из фильтровальной станции и идет по трубам, практически такое же, как и в конечной точке. Есть вот сердце фильтровальное, да, насосы, которые по трубам, да, по тем же сосудам качают воду куда? Каждому человеку. Для чего? Чтобы человек жил, правильно, да? Вот эта вот система, она должна гидравлическая работать без сбоев. Вот смотрите, нормальное давление у человека какое? 120 на 80, да? Если будет 200 на 150, что может быть? Инсульт. Инсульт, инфаркт, сосуды лопнут. И вот если будет в гидравлической системе города, скажем, перепад не килограмм, а 5-6, что будет? Порвутся трубы, и произойдет тот же инсульт, инфаркт, а дальше. Только в городских масштабах. Мощности фильтровальной станции хватает, чтобы обеспечить питьевой водой весь город, даже с учетом того, что Балакова постоянно растет. Продолжение следует...